Рейтинг партии Мы признали ряд своих ошибок, наметили пути дальнейшей работы и решения тех вопросов, которые перед нами ставили наши жители, наши члены партии и сторонники Единой России. За основу мы взяли слова нашего лидера президента страны Владимира Владимировича Путина. Он сказал о том, что нам необходимо постоянно вести конструктивный диалог с обществом. Необходимо слышать, слушать людей. И цель не просто следить за актуальной повесткой, тенденциями и запросами нашего общества, но и, главное, коллеги, решать эти проблемы. Организация школьного питания эту проблему впервые поднимала в Государственной Думе фракция «Единая Россия». И спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил председателю партии Дмитрию Анатольевичу Медведеву решать вопросы о горячем питании для наших школьников. Если одна из главных задач, в том числе и президента, который ставил президент страны, это увеличение продолжительности жизни и здоровой нации, то это, конечно, должно идти со школьной скамьи. И когда мы эти подняли вопросы на круглом столе, мы увидели, что эта проблема потянула за собой ряд других вопросов. В том числе, если мы говорим о образовании, бывают случаи семейственности и клановости, назначения на основные посты своих же родственников. Всегда, коллеги, говорил и повторю, не надо путать семейственность с династиями и с нашими традициями. Это совершенно две разные вещи. Если человек профессионал своего дела и находится на своем месте, мы это только приветствуем. Но когда это место он получил, когда является родственником того или иного влиятельного человека, коллеги, это уже называется совсем по-другому. Партия, еще раз заявлю, не против работы бизнеса, не против увеличения доходов наших граждан, а напротив нарушения законодательства и использования служебного положения, клановости и коррупции. Была поставлена задача об увеличении продолжительности жизни наших граждан. И главное здесь медицина и здравоохранение. Конечно, мы не можем молчать и о тех негативных случаях, какие сегодня мы открыто вскрываем факты, где считаем, что так не должно быть. Я не могу здесь отметить рассмотрение сквозь пальцы нашей Дергачевского местного отделения. Когда главный врач был осужден, был исключен из партии «Единая Россия», когда вместе с капустой больных возили в Саратов. Когда, коллеги, видя те или иные вопросы, решая их совместно, поверьте, жители нас поддерживают. Немаловажный вопрос, которому необходимо сегодня уделять внимание, это открытому диалогу с гражданами. Партия должна оказывать максимальную помощь в защите их интересов. Есть местные отделения, которые не ведут эту работу, в том числе Аткарске, Аркадаке, Базарном Корбулаке, Болтае, Воскресенском, Духовницком районе. Коллеги, это далеко не полный список. Люди видят, если мы проблемы не поднимаем, они напрямую выходят в социальные сети. Страницы в соцсетях должны быть и у наших местных отделений, и общественных приемных, у первичных отделений. Мало создать страничку в соцсетях, нужно, чтобы она еще реально работала, нужно получать отклик от людей. И давайте сегодня думать, как вызывать интерес у наших жителей. Сам работаю в социальных сетях и знаю, если открыто поднимать, не умалчивать те вопросы, какие есть, то, конечно, гражданское общество положительно откликнется на это. Давайте проревизируем те наши обязательства, с которыми мы шли к людям. Поэтому есть над чем задуматься. Иной раз депутаты нашей фракции не могут встать и открыто отстоять ту или иную позицию. Багаж прошлых лет не позволяет вот так в рост встать и поднять проблему низкой заработной платы в тех или иных отраслях, поднять проблему семейственности. Но замечу, коллеги, и сейчас вам в завершение скажу о том, как раз, что на сегодняшний день, коллеги, на сегодняшний день 34% рейтинг Саратовского регионального отделения партии, который мы с вами проводили замер, он говорит как раз о другом. Что когда мы стали поднимать вопросы открытости, вопросы с теми, с которыми переживают люди, те, которые видят люди в нарушениях, У нас и рейтинг поднялся. Формула партия и жители области, она просто обеспечена успехом. Уверен, вместе у нас все с вами получится. Спасибо большое.